Добрый день! Канал ЗКХ Город Сумы Я Дворниченко Владимир Находимся мы на Лужпу 47 Что-то я уже путаюсь в днях Но кажется сегодня 22 мая Вот Недавно, а точнее там Два дня назад здесь Сумма Теплоэнерго закончила Внутридворовую теплотрассу Кусок между камерами Вот Сразу обращаю внимание на то Как были выполнены работы То есть заровняли площадку, поставили на место Вот меня удивляет, я не знаю Не удивляет ли мэра и всех остальных При объемах работ Сумасшедших по сумме Вот 4 крышки люка не смогли Закрыть, да, и дети должны вот тут Убиваться об бетонные куски Вот детскую площадку Собрали Конечно все это Дико удивительно на месте теплотрасс Ну может быть разрешает это Разрешено какими-то нормами Да Евродвора кусок тротуара Еще разобранный То есть я так понимаю Будут восстанавливать этот кусок Вот И буквально два дня назад Наверное проводили испытания Исправленного куска Вот И сразу Нашли Следующий Кусок Специально для вас Товарищи Вот Показываю Как это выглядит Сейчас теперь Представьте Вся теплотрасса Которая была сделана Заново в тот раз Теперь она вся затапливается Заливаются камеры Вот Посмотрите Как оно изолировалось У меня вопрос Ко всем инженерам Ко всем специалистам У нас Мэрия И Александр Николаевич Очень любит Говорить о том Что должны только Специалисты проверять Значит Выполнение работ Наблюдайте Вот это Вот то Что делает Сумы Теплоэнерго С теплотрассами В городе Сумы Значит Прошу обратить внимание При диаметре трубы 76 миллиметров Можете поспорить Можете прийти Измерить Намотан Один слой Максимально Тридцатки Может быть Пятидесятки В распушенном объеме Пятидесятки Изовера Вот Этот изовер Ужат Перехватами Как видите Хотя По требованиям СНИПа Изоляция должна быть В номинальном Размере То есть Если 50 миллиметров То должно быть 50 миллиметров Изолирующего слоя Вот Попробуем снять Еще с другой стороны Посмотреть На это все Опять Те же крышки люка Вставлены Вот Все эти Приколы От суммы Теплоэнерго Обходятся нам В такие суммы Ну Я вам скажу Если бы нам Хотя бы По одному объекту Показали калькуляцию Я думаю Мы бы были В шоке Прошу посмотреть На второй кусок Труб Видите Изоляция Тоже отсутствует Вот вам Прекрасный Водопад От суммы Теплоэнерго Это все Наши деньги Это вот Ну Объемы воды Для бассейнов Да То есть Это же не литр Не два товарища Это все Тонны Вода Парует Можете Посмотреть То есть Я же не сочиняю Я конечно Я в шоке Трубы Кстати Прошу Прощения Трубы Меньшего Диаметра Одна Труба Обратная Быстрее Всего 40 Идет Я не знаю Увидите вы Или нет Подающая Порядка 60 Миллиметров Я не помню Там Точно Размеры Какие Идут По ГОСТу Вот Здесь Чуть-чуть Почему я Обманулся Здесь Старый Рубероид Был на Трубах И соответственно Плохо Видно Не знаю Как достучаться До мэра Как достучаться До зама Журбы Зама мэра Да Профильного Зама По ЖКХ Как объяснить Что Так Эксплуатироваться Теплотрассы Не должны Сейчас Весь Вся Изоляция Которая Находится Внутри Камер Все это Будет Залито Водой Вот этим Бассейном Воды Да Все это Намокнет Все это Придет В негодность Вот И в результате Я вообще Молчу про то Что сейчас Эта вся вода Поподмывает Лотки И будет Отдельный Момент С обрушением Земли Той же Да Вот То есть Как объяснить То что делает Сумма теплоэнерго Я не знаю Мне кажется Даже вот При порыве Трубы Явно Намного Быстрее Должны Происходить Какие-то Реакции Да Честно Это Это ужасно Сами Жильцы Довольно Спокойно На все Реагируют То есть Им глубоко Все равно Вот Ну Вы часто Спрашиваете Откуда Почему Такой Тариф Люди Возмущаются На этом Политике Там Пиарятся Вот Тариф 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 Вот Тариф Вот Это Весь Кипяток Будет Списан В стоимость Горячей воды Потому что Это Технологические Потери Вот Все Восстановление Этих Лотков Все Эти Замены Переделки Все Это Будет Списана И Все Это Пойдет В стоимость Вот Сейчас Видите Вода Начала Выше Лотка Переборки Подниматься И пошла В соседнюю Камеру Чуть Чуть Понаблюдаем Я Подержу Еще Пару Минут Видео Для Того Чтобы Увидеть Как Это Наполнится Лоток Повыше Камеры Довольно Большие Так Что Тут Ножа Надо Нормально Ну Честно Я Я В шоке Уж Насколько Я Как бы Видел И советские Подходы К теплотрассам Но Заметьте Кстати Ни одного Представителя Сумы Теплоэнерго Нема То есть Это Можно Назвать Такой Заколдованная Теплотрасса Вот Конечно Очень Меня Подъяривает Добраться До Того Пакетика От Изовера Которым Они Утепляют Хотелось бы Посмотреть Там Какая Плотность Этого Изовера Ну Там Смотрели Мы Это Гео Забыл Марка Какая В общем Серия Гео Ну Как я Вижу Вся Эта Серия Гео Пойдет В Большую Даль Ну Я Честно Я смотрю На это У меня Ни слов Ни фраз Честно Наполняем Бассейны В больших Объемах То есть Даже Сказать Что Это Знаете Там Теплотрассу Порвало И Резко Остановили Ее Да А это Вытекают Остатки Воды Это Ж Не Остатки Воды Я Еще Не Удивлюсь Если Там Сейчас Половина Подвала В доме Затоплена Этой Же Водой То есть Тут Ж С Такой Силой Бурлит Нет Интересно Вообще От Сумской Мэрии От Департамента Инфраструктуры Хоть Кто-то Занимается Контролем Этих Теплотрасс То есть Прием Этих Теплотрасс То Что Я Вижу Это Жесть То Сколько Они Хоронят Это Все По Пустительству Именно Мэрии Люди Подходят Смотрят И Идут Дальше Это Жут Сейчас У нас Сколько Почти Пять Часов Или Пять Часов Вот Посмотрели Я Наверное Еще Не знаю Успею Я Ксими Не Успею Снять Подойду Еще Потом Посмотрю На Все Это Счастье Ужасающая Ситуация Сумской Сумским Монополистом Сумы Теплоэнерго И Я Так Понимаю Мэр Сам Не Знает Что Делать То Есть Никакой Программы Действий Никакого Плана Действий Как Привести В себя Монополиста У Мэрии Нет То есть Замы Самоустраняются Контролирующие Органы Структуры Я так понимаю Департамент Инфраструктуры Тоже там Какая-нибудь Женщина Которая Пугается Этого Всего Да То есть Люди Просто На объектах Не Появляются И Вот Это Все Ложится Нам В Тариф И Мы Это Продолжаем Оплачивать Органы Органы